Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. Странно, конечно, но начну Knife News с рассказа о мече. Даже не о мече, а о человеке и о роботе, который держит этот меч. Исао Мачи, самый замечательный, самый крутой из всех меченосцев современного мира, самый быстрый, самый современный самурай, противостоит в замечательном видео, которое я увидел на ютубе, роботу. Во-первых, расскажу, кто такой Исао Мачи. Это человек, который сейчас пропагандирует самурайский вид, образ и является, грубо говоря, иконой для всех людей, которые занимаются и айдзюцу. И айдзюцу это, и айдо. В тот момент, когда не фехтуют они на мечах, а нужно быстро достать, почикать противника и уложить меч обратно. Этот самый Исао Мачи умудряется разрубить вылетающий на него бейсбольный мяч из этого аппарата. Порядка 160 километров в час летит эта фигня, и он гаджа его, и полом. И этот же человек, возможно, кто-то из вас видел на Discovery, умудрился разрубить летящую в него страйкбольную пулю. Грубо говоря, вот этот шарик пластиковый 6-миллиметровый, он умудряется разрубить своей катаной. И вот в этом видео, которое мы тут немножко смонтировали для вас рядом, показано, как этот человек, стоя рядом с роботом, производит все эти манипуляции с катаной. Технологии настолько шагнули, что он сначала обучает этого робота, а потом с ним соревнуется. Охрененнейшее видео для всех, кто хоть как-то интересуется холодником, ну, любым клинковым видом. Правда, интересно, полная ссылка на видео со всякими шариками, мячиками и на этого робота у меня под вот этими knife news'ами. Смотрите и просто восхищайтесь. Офигенный мастер и крутейшие видео про новые технологии. Наш замечательный большой друг и вообще кайфовый, нельзя его назвать дядька, кайфовый парень, он весь в душу своей, несмотря на то, что он уже седой, как белый снег. Эрни Эмерсон. Наш замечательный товарищ Эмерсон, оказывается, каждое Рождество разыгрывает благотворительный аукцион на нож, который он сделал своими руками. Я впервые увидел на ноже клеймо Эмерсон, потом его фирменный череп и внизу хендмейд. Даже на фотографиях такое клеймо мне не попадалось еще ни разу. Было Рождество, был этот аукцион и снова деньги пошли на благое дело. Эрни Эмерсон, мы тебя любим, ты классный. Компания Кайзер выпустила свежий нож, назвали они его Магатериум. Что-то дагестанское есть в этом названии и что-то морфионовское есть в этих абрисах. Они уверяют в том, что даже вешают какую-то фамилию какого-то дизайнера, который придумал этот нож. Но я почему-то в этом глазу, в этом абрисе вижу абсолютно морфионовскую работу. Скорее всего я не прав, но не суть важна. Вот этот самый нож снова сделан из CPM35VN и снова собран на Титане. Как ни странно, стоить он будет не больше 300 долларов, а когда поступит в продажу, пока не ясно. Возможно, когда вы смотрите эти новости, уже кто-то несет этот нож на прилабок. Кто кайфует с Кайзеров, кто любит их работу, рекомендую. То, что он удобный, видно даже по фотографии. Друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал в Ютубе и звать своих друзей. У меня всегда интересно. Еще приходите ко мне в группу ВКонтакте vk.com slash brutalica. Ножевой контент, каждый день интересные конкурсы, интересные фотки, интересные аукционы. Приходи. Совершенно новый для меня бренд за абсолютно вменяемые деньги. За 60-80 долларов выпускаются ножи из стали D2. Это компания Miloki Tool. Они занимались всякими обычными инструментами, строительным оборудованием, какие-то касками, там, этими молотками, сапогами строительными. И вдруг решили, о чем мы крутые, мы будем делать ножи для работы. И сделали целую серию ножей под своим брендом Miloki Tool. Назвали они свою линию Hardline. Поставили ценник, как я уже сказал, 60-80 долларов. На рукояти они пустили нейлон, типа того, который используется в Ontario Rad. А вторая сторона осталась стальная, потому что у них там фрейм. И фрейм у них с шайбой. Вот прикиньте, 60-80 долларов, D2, фрейм еще и со стопорной шайбой. И все это, ну вот, правда, звучит очень и очень вменяемо. Еще одна причина, по которой нельзя эти ножи назвать скучными, это потому что у них есть красненький спейсер, уже веселенькие нотки, уже все кайфово. И абсолютно непонятные формы отверстия под темляк. Вот если бы додумались отверстия под темляк, сделали бы 6-мм битой, уже бы было круто. А вот это вот корявый какой-то параллелограмм, непонятно зачем сделанный. Вот тут промахнулись, если бы сделали шестигранник, вообще бы были красавцы. Вот этот слепджоинт из Южной Африки называется Bacher. Батчеров стоит он нифига себе сколько бачеров, 270 долларов он стоит. И как ни странно, не в единичном экземпляре, а прям серии производится. Я на него смотрю, у меня полное ощущение, что это какая-то китайская дрянь за 200 рублей. Не понимаю, какие-то контура может быть, нити, обработка какая-то. Вот полное ощущение, что это нож из перехода, просто вот из ларька на Павелецкой. Даже несмотря на то, что здесь есть мной любимый Ворнклифф, и то, наверное, это не Ворнклифф, просто ровная режущая кромка. Не суть важна. Не знаю почему, но чего-то мне вот не хватает понять этих 270 долларов за вот этот нож. Но производится он промышленно и продается даже на многих уважаемых сайтах. Причем за эти самые безумные 270. Причем создатель Андро Девиллерс поставил на него обычную Д2, что вот совершенно опять не вяжется с ценником. Ну, может быть, все спасает вот этого шкатулка в стиле пиратов Карибского моря. Может быть, за нее половина цены? Не знаю. Вот глазами бы точно не зацепился на столе. А вот какие-то покупатели у него все-таки есть. На пару сайтов заходил, уже написано «out of stock». Все продано. Только что у нас был батчер, а теперь манчер. Манчер – это свежая ложка-вилка, которая болтается на кикстарте. Болталась не так давно на кикстартере, и на нее собирались деньги. Создатели – кайфовые ребята, которые через кикстартер пропихнули уже энное количество мультитулов. В 2011 году они пропихнули, например, вот такую вот монтировку для господ велосипедистов. Я, по-моему, даже про нее рассказывал в одних из knife news предыдущих, совершенно в первой полусотне. А сейчас это ложка-вилка, которая может чистить картошку, открывать бутылки, резать, пилить и кучу остальных функций, помимо того, что ей еще можно есть, потому что это ложка и вилка. К людям есть уже доверие. На кикстартере они заявили, что им нужно 15 тысяч долларов. Вдруг что-то все ломанулись и накидали им 20. Видимо, выпуск будет увеличен. Посмотрим, вот такой манчер должен появиться, по крайней мере, в сети, в красивых фотографиях, доберется ли он до магазина, хотя бы до одного-двух-трех наших российских. Честно говоря, не верю, но идеи прикольные, буду за ними следить. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал кайфовый ножичек от компании Киршо. Это довольно свежий портал 8600. Вот такой очень красивый нож. Я про него даже рассказывал как-то в новостях, и вдруг вот он появился в моем ассортименте. Мне он понравился именно геометрией, вот этими переходами из рукояти в клинок. Стоит он недорого, порядка 2000 рублей, имеет замечательный ассист, что делает его приятным громким кайфовым флиппером. И у него переставляемое на две стороны клипса. Он может быть удобным для левши и правши. Удобный кайфовый резачок с офигенной механикой. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова